21 ноября, в четвертую годовщину революции и достоинства в Украине, журналист, основатель интернет-издания Гордон, Дмитрий Гордон по скайпу принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». В прямом эфире он рассказал, почему украинцы вышли на улицы в 2013 году, и обратился к российскому руководству с призывом заняться на конец России и забыть об Украине. Гордон сказал, что Москва не смогла простить украинцам революцию, именно потому аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Во время выступления журналист и ведущий призывал его говорить по делу, а депутат Госдумы РФ от КПРФ Леонид Калашников перебивал и задавал вопросы о платных лифтах в Бородянке. В конце бывший украинский дипломат, политолог Вадим Трюхан спросил у ведущих, позовут ли они Гордона в эфир еще раз. Дмитрий Гордон в частности сказал, украинцы вышли на Майдан, потому что они были недовольны проворовавшейся коррупционной властью, отсутствием европейского выбора, который был президентом Януковичем обещан. И наконец, им надоел трижды судимый и дважды сидевший зэк, которого избрали президентом. Украинцы вышли в огромном количестве. Это были сотни тысяч человек. И когда президент Янукович трусливо сбежал из Украины, когда мы ослабли, наши российские братья, теперь уже бывшие, пришли и забрали все, что плохо лежало, Крым. А затем пришли на Донбасс и устроили там кровавую бойню. В результате этой бойни у нас нет ни одного маленького городка, где бы не было ряда свежевырытых могил, в которых лежат молодые ребята, защищавшие свою родную землю. И сотни тысяч ребят пришли без рук, без ног, без глаз. Осиротело огромное количество детей. Множество детей не родилось. И за это, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить нашу бывшую братскую Россию, которая посчитала нужным прийти к нам с войной. Когда-то в 1968 году мой покойный друг Евгений Александрович Евтушенко написал знаменитое стихотворение «Танки идут по Праге», протестуя против советского вторжения в Чехословакию. Спустя годы российские танки пошли по некогда братской Украине, принесли нам смерть. Вот итог революции и достоинства. Вы не смогли это пережить. Каждый вечер я смотрю российские каналы. И каждый вечер на всех каналах Украина, Украина, Украина. Займитесь собой. Займитесь Россией. Россия нуждается в реформах. В России огромная коррупция. В России огромное количество проблем. Переключитесь на себя. Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Вот моя просьба к руководству России, если оно меня слышит. Сегодня у нас настоящая демократия. Я и любой другой человек можем по телевизору сказать, что наш президент плохой. Можем обозвать негодяем любого члена правительства или депутата. Попробуйте у вас на канале сказать, что Путин – негодяй и что он развязал войну в Украине. Не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok